Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия» События среды в репортажах наших корреспондентов Сегодня перед городской поликлиникой Черкеска состоялась акция «Стоп коронавирус» В ней приняли участие работники культуры во главе с министром Зурабом Агирбовым и главным врачом учреждения Зурабом Гогушевым, а также волонтеры Альбина Ламкова продолжит тему Акция «Стоп коронавирус» направлена на привлечение внимания людей к вопросу вакцинации от новой коронавирусной инфекции как единственно правильному способу сберечь себя и своих близких от опасного заболевания Одними из первых к этому большому делу подключились работники сферы культуры На сегодня это один из главных способов победить пандемию, говорит министр культуры Зураба Агирбов Нам важно показать, что наши сотрудники, люди, которые работают для населения которые контактируют с населением, это сделали одним из первых для того, чтобы мы со своей стороны могли продолжить культурный сезон Нам очень хочется, чтобы была возможность работать Ну и конечно, это важно понимать всем И с другой стороны, мы на протяжении всего проходящего года старались поддерживать медиков Делали концерты и в больницах, и в госпитале Зураба Агирбов отметил, что они будут и дальше продолжать поддерживать медиков которые героически оказывают помощь населению Сегодня состоялось очередное содействие Надеемся, ваши работники и культуры помогут поднять настроение чтобы они заряжены и продолжали свою работу Поэтому спасибо вам большое От Министерства культуры медицинским работникам, работающим в красной зоне вручили 100 сертификатов Теперь они смогут посещать бесплатно буквально все культурные мероприятия проводимые в театрах и концертных залах республики Ежедневно, без выходных, в прямом смысле без выходных люди работают и люди начинают выгорать Министинские работники начинают выгорать, уставать от всего вот этого А такое внимание, оно очень приятно Также состоялась передача и двух микроавтобусов от Министерства культуры В этом году по национальному проекту «Культура» было получено 7 единиц такого автотранспорта В настоящее время мероприятия в сфере культуры активно не проводятся А медикам этот транспорт нужнее, чтобы разводить лекарственные средства Проводим много профилактических работ, связанных с вакцинацией С тем, чтобы донести до населения, что это очень важный момент, очень нужный момент Тяжелее бороться с этим вирусом, потому что скорость развития процесса укоротилась И у нас очень мало времени для того, чтобы оказать помощь пациенту Распространение информации о вакцинации – это основная цель акции «Стоп коронавирус» Сейчас волонтеры раздают листовки жителям и гостям республики Они содержат в себе информацию о том, насколько опасна коронавирусная инфекция Люди должны знать, что нужно прививаться Мы им даем листовки, в которых написано все о вакцине, чтобы они знали, что они будут делать Мы, как будущие медики, хотим, чтобы эта вакцина помогла людям, чтобы эта болезнь не распространялась Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия И вести из оперштаба Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией С начала пандемии общее количество заболевших составило 23 387 человек Из них 21 148 выздоровели, 685 госпитализированы Ну а сейчас время прогноза погоды, слово нашим синоптикам По Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза Днем в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду Ветер западный 5-10 метров в секунду Днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18 в горах местами плюс 6, плюс 11 Днем плюс 22, плюс 27 в горах местами плюс 16, плюс 21 градусов В Черкесске ночью без существенных осадков Днем коротковременный дождь, гроза Ветер западный 5-10 метров в секунду Днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 Днем плюс 25, плюс 27 градусов Это Большие Вести в прямом эфире, мы продолжаем День географа отмечают сегодня в России Праздник молодой и учрежден указом президента России в 2020 году А отмечается 18 августа, потому что в этот день, в 1845 году, было основано Русское географическое общество В целях популяризации географии и повышения престижа этой профессии Решили установить профессиональный праздник Это одна из древнейших наук на Земле А история России – это история великих географических открытий Заселения и освоения прилегающих обширных территорий В Нижнем Архызе прошел творческий вечер известного оперного артиста Солиста Большого театра и геликон-оперы Александра Миминашвили Уроженец станицы Зеленчукской и выпускник местной музыкальной школы Исполнил известные арии и любимые несколькими поколениями песни советских лет На творческом вечере побывала Шерифат Лепшокова Букова – место, где все знают о звездах и планетах, о вечном мире Но сегодня здесь звучит вечная музыка В исполнении Александра Миминашвили она особенно символична Ведь оперное искусство – это тоже вселенная Бас-баритон Александра Миминашвили звучит в ведущих залах нашей страны и Европы Но в этот день он пел для своих земляков Концерт, куда вход был свободным, собрал вместе любителей оперы Среди них были и первые педагоги артиста Выпускник Зеленчукской музыкальной школы Он с благодарностью вспоминал своих учителей Обративших внимание, тогда еще подростка, на классическую музыку Юный Саша еще не знал, что оперное искусство станет его жизнью Позади остались учебы в музыкальном московском колледже и ГИТИСе За которым поступит приглашение в знаменитую Геликон-оперу и Большой театр Где артист выступает уже десятый сезон У него особенный редкий голос – бас-баритон Бас-баритону очень тяжело петь низкие ноты в этой партии Драматическому баритону не хватает иногда легкости Бас-баритону высоко петь высокие места в этой арии У вас же все звучит замечательно Выстроенный темпорит, весь диапазон выстроенный Для этого нужен особый голос Он у вас особый был? Конечно, особый Нет, но для этой оперы нужен действительно такой специфический голос То есть это не должен быть ни бас, ни баритон Потому что, как вы правильно заметили, внизу баритон низко, наверху бас и высоко Поэтому есть такое понятие бас-баритона, но больше относится к европейской музыке В России ее не так применяют Голос артиста и его артистизм не оставляют равнодушными зрителей по всему миру По достоинству его оценили члены жюри телевизионного конкурса «Большая опера» в 2011 году Тогда Александр дошел до финала Артист признается, что очень любит свое дело Он убежден, работать через сопротивление нельзя Фальш на сцене недопустимо Преданной классической музыке артист отдает дань уважения и вершинам советской мелодии На творческом вечере директор Зенчукской школы искусств Валентина Шаповалова выдала небольшую тайну На самом деле артист приехал с семьей в отпуск к маме Но не смог отказать своим педагогам И вместе с другой выпускницей этой школы Ныне студенткой Ростовской консерватории Анной Харитоновой Долгие часы готовил программу к нынешнему концерту Сделав незабываемый подарок всем любителям оперного пения Шереват Лепшокова, Али Бустанов Вести Карачаева, Черкесия Поселок Буково, Зеленчукский район В Нарзанной галереи Кисловодска открылась фотовыставка Карачаевской породы лошадей Автором которой является фотограф Ольга Бабенко Данные работы видели многие жители нашей республики Теперь с ее помощью планируется рассказать О карачаевской породе в других регионах Тему продолжит Аслан Гирюгов Ольга Бабенко с детства любит лошадей В своих работах она всегда старается Показать всю грациозность и красоту этих животных Одна из любимых пород автора Карачаевская Сегодняшнюю выставку видели многие жители нашей республики И теперь она открылась в Кисловодске Сама Ольга отметила, что карачаевская порода Влюбила в себя своим нравом и красотой А также тем, что является лучшей в освобождениях и дальних маршрутах Когда-то я очень сильно увлеклась этой породой Она меня восхитила Заставила себя уважать В первую очередь Потому что эти лошади Им доверяют жизнь В горах, на крутых склонах Исключительно только карачаевская лошадь Могла бы вас Может вас провести По этим тропам, по этим скалам 8 лет работы в ПЧР собрано в этой выставке К сожалению, не все работы поместились в данной экспозиции В первой самой выставке вообще участвовало 25 работ К сегодняшнему моменту мы уже увеличили экспозицию до 51 работы Как отметили организаторы Нарзанная галерея была выбрана площадкой для выставки неспроста Ведь ее посещают как жители других регионов страны, так и из-за границы Посещая достопримечательности Кисловодска Большая часть туристов не может обойти стороной на Нарзанную галерею Основная цель данной задумки Это рассказать и показать карачаевскую породу лошадей Помимо этого, было отмечено Что подобные мероприятия остаются в истории народа Что очень важно для сохранения культуры и традиций Здесь люди со всех концов Нашей необъятной родины Бывая здесь Берут Информацию черпают О карачаевской породе лошадей А у меня тоже задача популяризировать Нашу лошадь Наши культурные наследия И плюс, к тому же Ну вот это По мере продвижения в этом направлении Все меньше как бы Ненужных разговоров О пароде и так далее и тому подобное О пароде это уже не одно тысячелетие На выставке также присутствовали представители администрации Кисловодска Они отметили, что данные мероприятия позволяют улучшить дружеские отношения между регионами и помогают развитию туризма И мы стараемся держать и поддерживать эту марку Развиваем благоустройство города Все время у нас появляются новые площадки для людей Ну вообще мы признательны Дмитрия Сергеевича Науменко за то, что мы дружим с национальным парком И всегда взаимодействуем в самой тесной связи Все, что проводится в парке, это проводится и в нашем городе И мы всегда солидарны Автор выставки отметила, что в будущем планируется увеличить количество работ и проводить выставку как можно чаще Каждый, кто впервые видит карачаевскую породу лошадей, запоминает ее как сильную и своенравную Артисты Королевского цирка Гия Эрадзе компании Росгосцирк провели большую открытую репетицию на манеже Кисловодского цирка Для воспитанников в детской художественной и музыкальной школе и цирковой студии города Кисловодска Альбина Курочинова-Кенжева тоже побывала на фееричной репетиции Несмотря на то, что это была репетиция, людей в зале собралось немало От номера к номеру у ребят горели глаза, проглядывался неподдельный интерес к происходящему Открытая репетиция посвящена Всероссийскому фестивалю мастер-классов от компании Росгосцирк Преемственность поколений и общение с творческими детьми – важная составляющая работы циркового искусства Благодаря чему сберегаются знания предыдущих лет, сохраняется история, определяется вектор дальнейшего развития Ведущим встречи стал дрессировщик птиц, артист королевского цирка Владимир Лекарев Были представлены следующие номера и жанры Воздушные гимнасты на люстрах под руководством Николая Исаева и балет под руководством Анастасии Якимовой Эквилибристы на першах под руководством Алихана Алиханова Соло-жонглер Илья Иванцов Дрессировщики птиц Владимир и Дарья Лекарева и их очаровательные подопечные попугай Ара и пеликаны А также клоун-эксцентрик Владимир Георгиевский Кульминацией открытой репетиции стало появление принцессы цирка, дрессировщицы хищных животных Ведущие артистки королевского цирка Людмилы Сурковой и ее совсем юных подопечных, маленьких тигрят Которые впервые вышли к зрителю Зал замер от восторга увидев очаровательных малышей Им всего 4 месяца, но чувствовали они себя вполне уверенно Артисты королевского цирка не только продемонстрировали репетиционные номера Но и с удовольствием пообщались с аудиторией и ответили на все интересующие ребят вопросы Общение с детьми зарядило позитивом и прекрасным настроением артистов А залу досталась невероятная энергетика и мегапозитив Артисты показали самую настоящую цирковую кухню и все, что скрыто от посторонних глаз Красочное шоу можно увидеть в выходные дни на манеже Кисловодского цирка до 29 августа Альбина Курочинова, Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Кисловодск Такой была среда в Карачаево-Черкесии А прямо сейчас продолжение сериала в плену у прошлого Приятного просмотра и ждите вестей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова